Первая серия. За чей счет жили российские революционеры? Есть в мире одна профессия, которую не учат нигде. И называется она профессиональный революционер. Звучит красиво, но часто ли мы задумываемся за что, а главное от кого получает деньги человек, зарабатывающий на жизнь революции? Рассмотрим на примере самого известного профессионального революционера Владимира Ленина. Всю свою жизнь он провел в неравной борьбе с самодержавием, победил в ней и построил совершенно новое пролетарское государство. До этого, правда, пролетарский вождь долгое время жил за границей. Интересно, на какие деньги? Историки выдвигают разные объяснения финансирования профессиональных революционеров. Деньги присылала мама. Мария Александровна Ульянова, неработающая вдова, имела всего два источника дохода. Первый – аренда с земли. Второй – пенсия за покойного мужа, 100 рублей в месяц. Неплохая сумма, но можно ли содержать на них своих взрослых детей? Сестры Владимира Ильича учатся и живут за границей. Младший брат не работает до 1901 года. Миф о маме-спонсоре растает без следа после очередного письма Володе маме. «Хорошо бы было, если бы она, сестра, приехала во второй половине здешнего октября. Мы бы тогда прокатились вместе в Италию. Я буду на три дня в Брюсселе, а потом вернусь сюда и думал бы катнуть в Италию. Почему бы и Митти не приехать сюда? Если бы затруднились из-за денег, то надо взять из тех, которые лежат на книжке у Ани. Я теперь надеюсь заработать много». Итак, мама миллионером не была. Да и неужели у каждого Красина, Зиновьева, Бухарина и Троцкого, долгие годы живущих за границей, была мамочка с нескончаемой пенсией? Ленин часто бедствовал. Историки часто говорят, что Ленин жил небогато. Но стиль ленинской жизни выдавал привычки и повадки богатого человека. Частые поездки по Европе нередко в компании родственников. Европейский отдых, например, в конце июля 1909 года, около шести недель, Ленин с сестрой, женой и тещей живут в пансионате под Парижем. Жилье хорошего качества. В декабре 1908 года Владимир Ильич пишет сестре Анне. «Мы едем сейчас из гостиницы на свою новую квартиру. Нашли очень хорошую квартиру, шикарную и дорогую». Дорогостоящее лечение. Когда Крупская страдала болезнью щитовидной железы, Ленин возил ее из Кракова на операцию в Швейцарию. Посчитайте дорожные расходы, стоимость операции, расходы на восстановительное лечение, на отдельную палату и жалость к бедствующему Ильичу уменьшатся. Ленин зарабатывал писательским трудом. Распространенное мнение о переводе каких-либо книг и написании собственных работ разбивается легко. Мир не знает знаменитых переводов книг или стихов Ильича. Да и гонорары за книги его вообще не интересуют. В 1908 году он пишет сестре Анне. «Имею в виду, что я теперь не гонюсь за гонорарами, то есть согласен пойти и на уступки, какие угодно, и на отсрочку платежа до получения дохода от книги. Одним словом, издателю никаких рисков не будет». Самая знаменитая его работа, написанная в эмиграции до Первой мировой войны, на бестселлер с миллионными тиражами, точно не тянет. Как и переводы с немецкого на русский, трудов Энгельса или Каутского. Так на какие деньги Ленин не один год живет за границей, сочиняя теории, которые в 1917 году разнесут в клочья всю Россию? Это были партийные взносы. Так кричат со страниц своих книг красные историки. Да, партии берут членские взносы, но в партиях того времени состояли не миллионы человек, а максимум несколько тысяч. Их денег точно не хватило бы на многолетнее проживание кучи бездельников за рубежом. А их было немало. Копнем жизнеописания деятелей известных и почти забытых меньшевиков, большевиков или эсеров, и везде увидим одну и ту же картину. Начнем с ленинцев. Анатолий Васильевич Луначарский, будущий ленинский нарком просвещения. На рубеже веков учился в Швейцарии, Франции, Италии, изучал труды Маркса и Энгельса, после поехал в Россию, где был арестован. В 1904 году уехал за границу, чтобы лишь в мае 1917 года вернуться на родину пассажирам пломбированного вагона. Александр Гаврилович Шляпников, нарком труда. В 1908 году выехал за границу для связи с заграничным ЦК РСДРП. За шесть лет поочередно вступил во французскую, германскую социал-демократические партии. В Россию прибыл в 1914, чтобы через пять месяцев снова отбыть в эмиграцию. Лев Давыдович Бронштейн, он же Троцкий. Убежав в 1902 году за границу, в 1905 возвращается домой, направлять готовящуюся революцию. В феврале 1907 опять отправился в эмиграцию, чтобы вернуться в Россию весной 1917 года. Лидеры меньшевиков тоже любили гостить за границей. Юлий Осипович Мартов, Цедербаум, ненадолго появившись на родине в период Первой русской революции, отбыл в Европу весной 1906 года, чтобы вернуться в Россию в том же пломбированном вагоне в мае 1917. Павел Борисович Аксель Рот эмигрировал осенью 1874 года. Появится в России сначала в конце 80-х XIX века, а затем только через 37 лет в мае 1917, чтобы через три месяца вновь отчалить за рубеж. Точно так же около 37 лет не увидит в России Георгий Валентинович Плеханов. Виктор Михайлович Чернов, один из лидеров эсеров, эмигрировал в 1899 году. Быть подпольщиком в России и рисковать ему не хотелось, а быть профессиональным революционером за столиками парижских и брюссельских кафе и бестро легко. Хорошая картина, не правда ли? А ведь надо еще проводить съезды, конференции и другие партийные мероприятия, которые тоже кем-то оплачиваются. И тогда, после всех отчаянных попыток объяснить финансовые вливания в партию, был найден гениальный трюк. Это были добровольные пожертвования. Спонсорами русской революции объявили щедрых капиталистов. И передовиком политической благотворительности стал известный промышленник и миллионер Савва Морозов. Была ли у него явная мотивация помогать большевикам? Нет. Давал, мол, деньги и все. Совесть мучила за свою буржуазную жизнь. Одна неувязка. Помогать большевикам Савва начнет только накануне первой русской революции. Да и суммы пожертвований были не миллионные. Письмо Максима Горького. Кто-то писал в газетах, что Савва Морозов тратил на революцию миллионы. Разумеется, это преувеличено до размеров верблюда. Миллионов лично у Саввы не было. Его годовой доход, по его словам, не достигал 100 тысяч. Он давал на издание «Искры», кажется, 24 тысячи в год. Деньги немалые, но этого не хватит даже на издание газеты тиражом в несколько десятков тысяч. Вторым известным спонсором социал-демократов стал Николай Павлович Шмидт. Помимо денежных вливаний Шмидта, рабочие его фабрики даже приняли активное участие в московском вооруженном восстании в декабре 1905 года. Сама фабрика была разрушена артиллерией, а ее странноватый владелец арестован. В тюрьме Шмидт просидел около года. По странному совпадению, оба спонсора умерли достаточно рано. Савва Морозов 13 мая 1905 года застрелился во Франции в номере «Руаяль отеля». Николая Шмидта нашли в тюрьме с перерезанным горлом. И неважно, что жена Саввы в самоубийство не верила. Она видела в окно убегавшего незнакомого человека и не признала почерк мужа в предсмертной записке. Дело все равно было закрыто. Как и дело Николая Шмидта, списали на убийство по инициативе администрации тюрьмы. Главное, что и после своей гибели спонсоры позаботились о своих подопечных. Пассия Магната Морозова, Мария Андреева, получила страховку за жизнь любовника – 100 тысяч рублей. Из них 60 тысяч ушло в фонды большевистской партии. А все деньги Шмидта, около четверти миллиона рублей, завещанные родственникам, по странному совпадению, также попали в кассу большевистской партии. Вот только этих сумм явно не хватало для оплаты двух революций, десятков тысяч единиц оружия и десятков лет беспечной жизни в сытой Европе. Чтобы оправдать финансовую свободу революционеров, у историков оставался последний козырь. Большевики производили самофинансирование. Они грабили банки и почтовые кареты, брали наличность мешками. Еще бы, в 1905 году происходили самые важные события революции, и деньги на оружие были необходимы. И оно закупалось. Чего только стоит дело известного парохода Джона Графтона. Он шел из Лондона под завязку, набитый оружием, чтобы состоялось вооруженное восстание в октябре 1905 года. И деньги на закупку этого бесценного груза у революционеров еще были. Вот только в сентябре 1905 года, после заключения Портсмутского мира, корабль неожиданно сел на мель. А широкая волна экспроприации захлестнула Россию лишь с начала 1906-го. Кто же тогда оплатил пароход с оружием из Англии? Почему после разгрома восстания в Москве у революционеров не стало денег? Может быть, после поражения в русско-японской войне революции уже были не нужны и финансирование было свернуто? И отчаявшись ждать денег извне от неких анонимных спонсоров, вошедшие во вкус революционеры решили обеспечить себя сами? Так кто же эти анонимные организации и люди, год за годом подпитывающие мировые конфликты? Они всегда остаются в тени. Реклама, почет и уважение таинственным спонсорам ни к чему. Так как во все времена у них есть совершенно определенная цель – создание очага напряженности в России, ведущего как минимум к ее ослаблению, а как максимум к гибели всего государственного организма. И никак не удастся объяснить вольготную жизнь русских революционеров, если не вспомнить о борьбе держав на мировой арене, о схватке стран и народов. И нет ничего удивительного в том, что источником финансирования русских революционеров были спецслужбы, соперничающих с Россией и стран. Или одной такой страны. И всплеск революционной активности внутри России всегда будет совпадать с обострением международной обстановки вокруг нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok